Добрый вечер! Продолжаем наше занятие по книге Ховато Левовод «Обязанности сердца». У нас идет 91 занятие, и мы находимся в рота пятых. Называется «Посвящение наших дел». То есть у человека есть дела. Что за дела, как мы уже выяснили, это те дела, которые относятся к служению Всевышнему. И эти дела, те, которые видны всем остальным людям, должны быть посвящены всецело во имя исполнения самого служения. А ни в коем случае не для того, чтобы произвести впечатление или добиться какой-то выгоды от этого. В целом, много повторяли, еще один раз повторим. Для многих еврейская жизнь, после того, как они прошли первый период восхищения, и первый период воодушевления, энтузиазма, после этого становится чуть-чуть тяжело. Кому становится тяжело? Всем тем, которые привыкли в своей жизни, что делать? Это наша привычка, мы так выросли в таких условиях, в такой среде. Называется «все на…» чтобы произвести впечатление. На «показуха» называется. Такое, не знаю, невозможно перевести на «еври» даже такой «показуха». Привыкли, чтобы произвести впечатление. То есть, если я уже стал религиозным, но сейчас я должен произвести своим религиозным поведением большое впечатление на окружающие среды. Для чего? Для того, чтобы меня больше уважали, чтобы я был человеком достойным, по крайней мере, в своих глазах. Так вот, надо знать, все те, для которых исполняет митцво, живут еврейской жизнью для того, чтобы заслужить окружающей среды какое-то одобрение, ему это очень сложно делать. Вначале дают нам все как воодушевленника, это подарок. Любой подарок как дают, так и забирают, оставляя человека на личный труд. Вот тут, когда приходит рутина жизни, когда надо жить еврейской жизнью, то показуха, она кончается плохо. А вот другое дело, когда человек начинает развивать свою внутреннюю жизнь и начинает исполнять то, что он исполняет, действительно, как тут сказано, посвящая свои дела, то есть во имя самого Творца, то это совсем вовсе, 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 вовсе не сложно. Наоборот, с большой радостью. А когда для того, чтобы произвести впечатление, вдруг обратили внимание, что ни на кого никакого впечатления это не произвело, это очень сложно выполнять. Когда становится еврейской жизнью вообще непонятным, я никому не нужен, я никому не обращаю внимание, так для чего я же вообще все исполняю? Видите, до какого уровня человек может дойти? Итак, мы находимся с вами, это тема, это тема. Пятая глава, в которой мы с вами находимся, речь идет у нас о том, что может помешать нам приобрести это качество, невероятно важное качество в служении под названием «посвящение своих дел». И Равейну Бахрия приводит несколько причин этому, перечисляя одно за другим. Что может помешать нам осуществить это? Что может помешать? Так вот, одно из факторов, которое может помешать нам, это наше, как он тут описывает, дурное побуждение. Мы его называем яцарара, на иврите называем его дурное начало, называем его как там инициатор зла, провокатор зла, что-то связанное со злом. Он тот, который приносит зло в этот мир. Говорили в прошлый раз, скажем только еще чуть-чуть, потому что тема настолько важная, настолько центральная, что нужно повторять, повторять, повторять много раз. Ну и дай Бог, чтобы что-то дошло до сердца. Так вот, в этой пятой главе начинается она очень патетически. То есть до такой степени, мы не видели этот, он во всей книге, мы уже прошли с вами много глав, много-много, больше половины. Рабейну Бахе, он как-то холодно, рационально разбирает, шаг за шагом. И тут вдруг такая патетика, ему так хочется, так, чтобы люди услышали, так он называет, человек, послушай, призыв, призывает нас. К чему он призывает? По-видимому, что-то есть, что, по-видимому, иногда много раз обращаешься к людям, и видишь, что они не понимают или не слушают еще, значит, нужно как-то еще больше подчеркнуть это. Почему? Потому что это важно, и не просто важно. Сейчас мы увидим, что он говорит. Снова повторим то, что мы уже говорили в прошлый раз. Ты должен знать, что самый большой враг, который у тебя есть в мире, это твое дурное побуждение. Нет ничего, кроме этого. Это самый большой враг, который у человека есть. Вы знали, это его ецарара, это его дурное побуждение, дурное начало. Дальше он будет говорить о том, что, ну, если есть враг, то что с врагом делают? Воюют. То есть нужно воевать. Если есть враг, с ним воюют. Почему? Потому что он враг. Что есть враг? Враг – это тот, который хочет тебя погубить, прикончить. То есть есть враги, которые, предположим, я знаю, враг государства, но прикончить тебя хочет, забрать у тебя жизнь хочет. Враг, который прямо так и скажем, захочет за тебя враг. Враг, который тут идет, то самое дурное начало, дурное побуждение, это самый большой враг, который может быть. Почему? Потому что вся цель его существования в этом мире – забрать у тебя свою жизнь. Ай, мы же живем, верно? Мы живем в этом мире. А он хочет забрать самое основное, мы же тут временный мир. Он хочет забрать у нас нецах, вечность. Хочет забрать у нас вечно наше существование, грядущий мир нас хочет забрать. Это его основное предназначение. Для этого он сотворен. Точно-точно, чтобы не дать человеку прийти к грядущему миру. Поэтому он называется врагом. А так как цель существования человека в этом мире – это всего лишь тут, в этом мире, для того, чтобы прийти в конечном итоге в мир к грядущему. А он нам не дает это. Он наш враг. Значит, это самая основная война, которая есть в мире. Он самый основной враг. Никаких других нет. Никто другой. Там какие-то антисемиты хотят нас убить. Они вообще пешки. Если действительно им это удастся, то какая разница? Значит, мне не надо было жить в этом мире, так они… Кто-то другой был бы. Это не «жизнь придет, уйдет». Не в этом речь идет. Основное – это что произойдет с человеком в грядущем мире. А вот это хочет он забрать у нас. Получается, что это рара. А дурное начало, дурное побуждение – это самое основное, что есть. Самое основное, что есть. Дальше будем говорить. И одна из его уловок невероятных – о том, что он путем манипуляций приводит человека к тому, что по приоритетам, которые есть борьба с этим… с ним самим на самом последнем, в самой последней очереди. Или вообще даже человек даже не думает, не подозревает, что надо бороться с этим. Надо с этим воевать. Есть тут вещь очень важная. Повторим, снова повторим, снова повторим. Видите, призыв такой к войне. А многие люди могут как-то, знаете, особенно, когда тут касается, слышат так, знаете, вырезают. А что вы, что-то такие враждебно настроены, агрессивны. Может быть, можно как-то по-мирному с ним, можно как-то разобраться и разойтись, не вступать в конфликт прямой. А ответ он. Кто сейчас это услышит, это должен стать частью его жизни, частью направления в жизни. Надо знать, это простой праведный закон. Закон, духовный закон. Кто не воюет, кто не воюет со своим дурным побуждением, он неизбежно будет воевать со всем остальным миром. Война это не обязательно па-па-па-па-па. Это ссоры, скандалы, недоразумения, выяснения. Прикончить себе жизнь. Нет состояния вне войны. Все это нужно. Нет состояния. Только надо решить. То ли я воюю с самим собой, то есть со своим дурным побуждением. И тогда со всеми остальными я буду жить в мире. Или я не буду с собой воевать. Это же тяжело. Это же тяжелее всего. Это больно. Это болит. Мы избегаем этого. Но тогда я буду воевать со всеми остальными. А это мне доставляет уже удовольствие. Кому там уже я церара. Он сам получает от этого удовольствия. Иногда выигрываешь, иногда проиграешь. Action. Есть что-то. А то, этого. Вон тебя уже все-все. Вот так вот закрутит. Вот-вот крутит во всем этом. Вот видишь вот это жизнь. Она сказала. Я ему ответил. И так. И так. День за днем. Год за год. Вот и видно уже проем в могиле. И жизнь прошла. Ты же не поняли, что она прошла, куда прошла, для чего мы это жили. Понимаю. Я церара, дурное побуждение, это наш враг. Надо знать это. С врагом борются, а с врагом воюют. Это не только то, что если я не буду воевать с моим я церара, то я буду воевать со всем остальным миром. А так оно и есть. Что я церара хочет у нас забрать? Он хочет забрать мое я. Мою личность. Он хочет меня просто вот сидеть. Тихо. Вот покушай. На тебе телефончик. Нас есть туда. На поговори с этим. Надо сделать то. Он занял все. И мы тихо, спокойно, в одно удовольствие. С пивом. С этими... С пивом что идет? Как называют? Воблой. С воблой, да. Вово-вово-вово. И где-то на берегу моря. Прекрасно провели время. Съездили во Францию. Съездили куда-то на Баган. Вернулись назад. Хорошо провели время. И еще год за годом, год за годом. Все идет очень хорошо. Он тихо, спокойно нас прибрал. Он хочет нашу личность. Кто-то помнит, что он наслаждался тут в этих Багамах. Как он пил пиво. Ему было так приятно. Кто-то помнит это. Никто не помнит это. Ничего не остается от этого. Он хочет забрать нашу личность. Мое я. Мое я никогда не развивается. Оно просто становится... Ну, вот такой вот. Вот как меня мама родила, что называется. Как пришел, так ушел из жизни. Что дает борьба? Что дает война? Война развивает нас. Вся проблема, что мы, люди, даже не осведомлены, что нужно бороться. Что можно бороться. Что мы обязаны бороться. И только тогда надо спросить вопрос, а как бороться? И когда человек начинает вдруг выяснять, что это возможно. И что нужно с собой воевать, со своим дурным началом. То вдруг выясняется, что вот эта борьба, она и строит личность человека. Она меняет его. Она из его как бы потенциала выводит в явную форму все, что в нем заложено. Он даже не думал, даже не подозревал. Знаете, как видно это? Иногда видно человека, который сделал Чуву 20 лет. 20 лет он уже ходит переодетый. Почему переодетый? Почему так плохо думать? Почему? Потому что кто был знаком с ним до того, как он сделал Чуву, и после 20 лет видит, что он остался, в принципе, таким же. Не может такого быть. Не может такого быть. Я всегда хочу, чтобы ты остался точно такой же. Не предавал своих идеалов и смысла какого-то жизни 15-летнего ребенка. Вот то, что я в 15 лет понимал, не предам своим идеям. Не предам это. Ты же какой пришел, такой ушел. Не для этого ты появился в этом мире. А для чего ты появился в этом мире? Сто другим человеком. Есть человек, он после года Чувы, смотришь на него, ты его не узнаешь. Другой человек, он выглядит по-другому. Почему? Потому что он не может остаться таким, как он есть. Его личность изнутри поменялась. Он выглядит по-другому. Если мы возвращаемся в ту среду, откуда мы пришли, и все к нам, и паны братства, как будто мы ничего, ничего не изменилось. Признак надо спросить себя, по-видимому, я ничего не борол за собой. Не изменил ничего своей личности. Остался таким же. Яцера Ра хочет забрать у нас, хочет забрать у нас мое Я. Личность моя. Ту самую, которую я даже не подозреваю в ней, которая сидит в ней. Которая должна, для этого я пришел в этот мир, чтобы ее высвободить из этой теснин, куда его вот этот Яцера Ра разогнал. И для этого нужно бороться. Воевать. Воевать, 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 воевать. И он говорит, тут, я не помню, мы это застрели внимание или не застрели, снова повторим. И потому пусть не заботит себя никакая другая война, кроме войны с ним. Человек может, чем только голова у нас не занята. Чем только не занята в этот... Ну, только прикинуть, вот прикинуть человеку. Вот каждый из нас может прикинуть, чем голова его только не занята. Снова, мы обращаемся только к людям религиозным, которые считаются, что они соблюдают вторую мецвод. Мы совершенно не обращаемся к людям нерелигиозным, людям светским, которым... Это совершенно другой разговор. Чем только у нас голова не занята. В то время, как, если мы понимаем, для чего человек пришел в мир, он должен знать, что не должно заботить его никакая другая война, кроме войны с ним. И никакое другое сражение, кроме сражения с ним. И пусть не отвлечет тебя война против того, кто далек от тебя, от войны против того, кто не расстается с тобой. И преследование со стороны тех, кто не в состоянии тронуть тебя без позволения. От преследования того, кто не спрашивает разрешения, находя всегда с тобой. Это несравнимо. Видите, что тут происходит? Почему он так нас это предупреждает? Он говорит, ну-ну-ну, знаете же, о том, что... Не должно быть заботить никакая война, кроме войны с ним. Значит, что нас, да, заботит? Что угодно, кроме этого. Я царара, а какое его свойство? Ведь он, так сказать, он знает о том, что... Против кого должен воевать? Против него. О чем он заботится? Говорит, смотрите, я вас займу. Вы у меня будете заняты с утра до вечера. У вас не пробудется даже приблизительно какое-то желание бороться со мной. Будьте заняты. Что он для этого делает? Человек вот так, вот так, чтобы сесть и подумать на тему под названием «приоритеты в жизни», он никогда, мы не сидим. У нас нет такой культуры просто сидеть там и думать. Слышим тут, слышим там. Если зашел разговор, будем поговорим об этом. Почему нет? Какие приоритеты нашей жизни? Дурное начало, это побуждение. Оно хочет, чтобы в этих приоритетах жизни, что для меня главное, что второстепенное. Вот эта тема, этой борьбы какой-то, вот эти какие-то религиозные, тут какие-то страхи какие-то напускает на людей с этим дурным началом. Глупости, все это не существует, все это... А если существует, я понял, займемся, да? И, значит, вы, как называется, долгий ящик какой-то, этот какой-то, ящик какой-то. Это то, что он хочет. Есть такое понятие, называется в армии отвлекающие маневры. Каждый, кто чуть-чуть разбирается в военном искусстве, знает, что когда воюет армия против армии, то военное искусство в связи с том, чтобы создать какой-то отвлекающий маневр в одном месте, для того, чтобы напасть в другом месте. Это деми такое, да? Нереально же. Имитация. Имитация. Так вот, где-то раз создает массу имитаций в разных местах. Вот это важно, это важно. Естественно, все это всегда даже как-то под религиозное, так сказать, под оплеку это идет. Главное, не бороться с основным. Не вести войну в том месте, где она должна вестись. Все время заниматься второстепенным. Это его самый большой успех, самое умение дурного начала занять человека, чтобы он все время находился в важных делах. То есть, если мы пройдемся по нашей жизни, вот распишем, чем мы занимались, один день, второй, в неделю, в течение недели, вот просто написать дневник наших занятий, и мы увидим, что то, чем мы занимались, было необходимо, это было важно, это в всяком сомнении. И вы там не найдете в этом списке войну со своим дурным побуждением. Оно там не находится, не укроено. Иначе вот эта книга не была ему написана. То это мы говорили в прошлый раз. Теперь, после этого повторения, вступления, давайте продолжим, что как развивает эту тему Рвенубахия дальше, тема центральная, фундаментальная. Теперь он переходит к тому, чтобы объяснить, насколько этот враг, он опасен, сколько он искусен до такой степени, что мы такой реальности никогда не встречали, таких врагов нет в реальности, кроме него. И вот что удивительно, братья мои, всякий другой враг, который у тебя есть, после того, как ты победишь его раз, и другой отстанет от тебя, и больше не придет ему в голову воевать с тобой, ибо он убедился в том, что твоя сила превосходит его силу, и он теряет надежду победить тебя и справиться с тобой. Однако дурное побуждение не таково. Недостаточно для него ни одной победы, ни ста побед, и оно не уступает, независимо от того, победило ли оно тебя, или же тебя победило, или ты победил его. Ведь если оно победит тебя, то погубит. А если ты победишь его, то оно будет постерегать тебе все дни твоей жизни, чтобы когда-нибудь победить тебя. Как сказали наши ученики, благословенная память, не верь самому себе до дня своей смерти. И оно, не пренебрегая даже самым малым из твоих дел, пытается держать в нем над тобой победу, чтобы сделать из того себе ступеньку и победить тебя в более важном деле. Смотрите, это тактика, которую мы не встречаем. Есть такое понятие профессионал. В спорте подчеркивают, вот смотрите, профессионал борется до последней минуты. Последние минуты желание забить гол, там ли кому-то, там, еще что-то. Есть такое. Ну, закончился матч, сразу все, и, так сказать, в раздевалку. Закончились все усилия. Тут речь идет о вещах совершенно невероятных. Человек есть враг. Что отстанься, у нас есть враг. Напал. И не рассчитал победиму свои силы. Получил, как положено. Что после этого? Он на нас нападает. И тихо, с ней коня так сидит спокойно. То же самое страна. Напала на другую. Поражение. Все. На второй раз уже не пытается. Вот тут же реман взять. А если попытается, получил еще раз, как положено, тоже тихо, вообще тихо, спокойно сидит. Так мы видим в мире. Так мы видим, так враги себя ведут. Реальность, с которой тут речь идет, речь идет о том, что этот враг, который он перманентный, он вообще не связан ни с победами, и ни с поражениями. Это постоянно до минуты человеческой смерти. Сколько есть историй. Прямо перед смертью. Чего люди только не делали. Именно перед смертью. Я уже не говорю, что до того как, до месяца, год до этого, праздницы нет. Чего? Вот так вот. Поэтому тут сказано, в конце снова к этому вернем. Не верь самому себе до дня своей смерти. Он борется постоянно человеком. Как он говорит, это простая логика. Если он выиграл, то и тем более, что на отца аппетит разыгрался, теперь он еще больше будет нападать. Если он проиграл, так он будет ждать реванша всю жизнь. Всю жизнь. Человек думает, что если он поднялся одну ступеньку, все, на этом все дело закончилось. Один человек рассказал мне, что он много лет, как Рамбам пишет о том, что чтобы овладеть техникой, намерение в Криадшма, это в общей сложности шесть слов. Ему заняло больше года, несколько лет даже. Прямо как он пишет. И когда он уже почувствовал, что он произносит это всегда, каждую молитву, с намерением, как положено, не больше этого, как написано. Он говорил, как только у меня пришла мысль о том, что, а, удалось. Он только через несколько месяцев обратил внимание, что он перестал говорить с намерением. Сразу упал. Комментально. Люди, которые годами добивались уже чего-то. Годами, годами, годами. И им уже казалось, что если уже, вот тут я уже закрепился, у меня вот тут уже, тут нет. Ниже этого я нет. Это уже мое. Это завоеванная территория, как говорит Радеслер. Тут уже не проходит даже никакого выбора. Тут нет борьбы вообще. Тут мое. Я уже, я встаю каждое утро, я иду на молитву, я сам блютвилин, я тут соблюдаю все медсвот, говорю, браху, там не проходит вообще борьбы. Только человек подумает, что там уже все, он такой вот-вот-вот. Что вы знали? Нет. Нет. Нету никакого заручательства того, что человек не согрешит снова. Никогда. Никогда. Если спросите, может ли 80-летний мужчина начать смотреть на молодых девушек, ответ – да. Знаете, в каком возрасте он это начал? В 80 лет. Первый раз. Как это может быть, все дорого? Может быть. Сказано, Рабьохан Коэна Гадуль. Он был 80 лет. Коэн Гадуль он был. Да, великий Коэн. Великий Коэн. И он стал сдуки, саддукеем в конце своей жизни. Как это может быть? Как это может быть? Это значит, что Ецерара он никогда человека не оставляет. Никогда. И он, не пренебрегая даже самым малым своих дел, пытается держать в нем над тобой победу, чтобы сделать из того себе ступеньку. Как я тогда работаю? Знаете, как вот эти раньше были налетчики, всякие разные, грабители, они грабили квартиры. То есть, сейчас уже по-другому, другая техника. А раньше по-простому, значит, стучали в дверь, человек открывал, начали ломиться в двери и просто, просто грабить, грабеж. Как эта борьба, она происходила, все знают. Есть такое понятие, даже как стало общепринятым. Называется вставить ногу. Вставил ногу, все, проиграл. А они уже все, они уже валятся. Главное, ногу вставить, понимаете? Хоть какую-то щелку, да, все. На этом дело закончено. Дальше они будут уже бороться, как они смогут. Как яцерон работает? Он говорит, так, смотрите, я всегда это сказать, я никуда не спешу. У меня все равно, что называется, всю жизнь работать. Это человек все время что-то спешит, хочет прыгать туда-сюда. А у него есть терпение. Он говорит, смотри, полежи, тут пройдет, тут хочешь какое-то усилие, тебе тоже дам. Я тебе все равно, через, что называют, я дождусь. Чего он дожидается? Он знает, когда он знает нас, он сидит внутри нашей души, он знает точно, кто мы и что. Мы можем обдурить кого угодно, ведь не его, он, что называется, по всем местам находится. Точно знает, что он. Он дождется времени, которое у нас называется, ва-та, а-е-ф, и-а-ге-а. Как правило, как правило. По-русски, когда ты уставший и изнеможенный. И действительно, в то время, когда человек бодр, когда человек здоров, полный энергии, и он там учился, и пришел, и полный духовного накала, и все этого, а-е-церар не приближается. Он знает о том, что пока тут шансов нету. Сейчас человек, например, слушает занятия. Тогда вы что, все, будем бороться, война, будем бороться, все. Он сидит спокойно, в душе каждого из нас. Говорит, а-да-да, хорошо. Тут дело опасное, тут появились серьезные оппоненты. нужно, затаился. Говорит, я тебя дождусь. Пришли, ночью не могли заснуть, проснулись, глаза не могли. Целый день уже прошел так, а к вечеру уже вообще все забыто. Это называется, и ты уставший, изнеможенный. И тогда он тебе говорит, смотри, ну что ты пойдешь на молитву? Ты же уставший. Я помолюсь дома. Бараху, ну, бараху, смотри, ну, промляли, что-то, ну, какая разница, мям-мям-мям-мям-мям, скажи что-то, Бог там, иди спать. Все. Прикончил. Готовенький лежит. Видите, готовенький. Все очень просто. Надо знать, он, 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 его называют, у нас называют, звуф, звуф. Что такое звуф? Муха. Что такое муха? Муха, муха. Муха, каждый знает, муху, у нее есть свойства. Почему она такая? Она, во-первых, две свойства есть. Во-первых, если чисто, она не приходит, чтобы вы знали. Все стерильно, та муха нет. Она идет всегда, она что-то, есть на что идти. Если уже там что-то есть, сколько ее не отгоняй, она снова туда же возвращается. Вы ее отогнали, все. Боретесь, война, сказали, видите, вот, видите, раб говорит, надо воевать. Все, боевую воевать, значит, буду, боже, муху отгонять. Пришла мысль, раз ее отогнал, только отогнал, смотришь, она с другой стороны. Ее раз отогнал оттуда, смотришь, она пришла с этой стороны, еще более такое, в сочной форме. каждый раз. Наш как будто, не, 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 не. Нет, 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 нет. И сразу. Кошки и мышки. И они все время крутят нас, крутят, а крусят. Пока человек просто уже, не можешь уже, не можешь вообще, от этих, от этой борьбы, он уже устал, я говорю, знаете, лучше не буду отогнать, сказать, и все, и он говорит, ну вот, пожалуйста, вот теперь. Глубокое погружение. Муха. Возвращается к тому же, к тому же, к тому же. Теперь. Продолжает, говорит он, а ну давайте определим более точно, как наши мудрецы рассматривали этот это место, которое мы сейчас будем изучать, это классическое место, которое вы найдете в многих-многих книгах по еврейской этике, мусару. Тут, тут как бы источник этого. Он говорит, и так пусть не пугает оно тебя. Скушночку. Я перескочил. И потому смотрите же, берегитесь его, и не слушайте его ни в чем, и пусть будет важной, великой для тебя маленькая победа над ним и самый малый успех в преодолении его. А, мы говорили тоже. Дальше. И так пусть не пугает оно тебя, даже с могучим войском его, и не страшись его, хоть и много помощников у него, ведь все намерение его представит человеку ложь истинной. И все стремление его утвердить и упрочить обман. Знает, что падение его близко, и погибель его скорая, если только почувствуешь, в чем слабость его, как свидетель и до нем мудрец. Говорит царь Соломон в книге Коэлли, это экклезиаст. Говорил он с совершенно непонятным описанием, метафорой. Город мал, слушайте внимательно, мы сейчас разберем с вами небольшой кусок из Коэлли, как он комментирует, мы сейчас, как он прокомментирует это. Город мал, и немного в нем людей, и пришел на него войной большой царь, и окружил его, и возвел против него большие осадные укрепления, но нашелся в нем муж убогий силой, убогий, такой слабый, убогий, хилый, да, и спас город мудростью своей, но никто не помнил впоследствии этого хилого, убогого, слабого мужа. Коэлли, 9-й перф. Что тут сказано? Видите, точно что-то завуулировано, вообще непонятно ни одному слову. Дома, царь, топ, непонятно, что тут происходит. Объясняет он. Это то, что он перед этим в принципе уже нам объяснил. Мы к этому объяснению слова и так, что мы прочли, там уже все сосредоточено. Давайте сейчас пройдемся по как понять вот эту метафору, которую приводит царь Соломон. Он говорит так. Шломон назвал человека городом малым. То есть надо понять, кто есть кто. То есть когда приводят у нас вот эти притчи, назовите их, а гады тот, есть то, что у нас Медрашим, надо понять символику. Что прячется за символикой? Шломон назвал, царь Соломон, назвал человека городом малым. Ибо человек это малый мир. Почему он называется городом? Малый мир. Есть большой мир, а точно такая же прообразие его это человек, он малый мир. не много у него телесных средств и душевных сил. И потому сказал, Шломон, не много в нем людей. В сопоставлении с великими вожделениями человека в этом мире, так что нет у него достаточно сил, чтобы утолить их. То есть этот город, в котором не много в нем людей. Что значит не много в нем людей? в сопоставлении с великими вожделениями человека. Понимаете? То есть то, что человек хочет в сравнении с тем, что какие возможности на самом у него деле есть, это вечно сопоставимый. И он говорит о том, что не много в нем людей, а возможности, которые есть у человека, на самом деле они малы. Сейчас дальше мы это поймем, что лучше. в сравнении с чем? С дурным побуждением. А дурное побуждение называет Шломо большим царем. Почему? Из-за множества воинов его, слуг и войск его. И далее сказано и окружил его. Секунду, а ну остановимся. Видите, мы бы могли сейчас бы пройти бы это совершенно спокойно. ну, видите, как-то образное сравнение, когда-то это не наша реальность, какие-то цари, войска. Дурное побуждение называется царем. Царь, нет царя без подданных, нет подданных нет царя, а подданный это тот, который, как у нас принято говорить, верой и правдой служит царю. Это подданный. Так вот, у него множество воинов, слуг, войск его. Каждое слово тут можно расшифровать. Я обязан расшифровать. Понимаете, а силы человеки, они на первый взгляд действительно и действительно так присмотреться. Они совершенно несравнимы. Их невозможно даже сопоставить. дурное начало, он царь. Что значит царь? Он владеет всеми частями нашего тела, нашей души. Он полностью, он царь. Они всем повинуются. Теперь спросят, а как они повинуются, почему? Как они стали ему? О чем речь идет? Тело есть у нас? Есть. Глаза тоже есть. уши, язык, уста. Все есть. Они все являются слугами Яцарара. Кому они служат? Тому, кто доставляет ему удовольствие всего лишь на все. Яцарара, он царь. Понимаете? Что он делает? Он дает всем частям нашего тела удовольствие какое, а сияминутное. Он называется платит наличными. Знаете, если иногда вытащил чек и говорит, а можно через месяц? Ну, что делать? Пишите через месяц. Зарплату получишь где-то в следующем году. А тут все наличными сразу же. Вкусно. На месте вкусно. Глаза прям на месте все. Кому они будут повиноваться? Вот этим людям, которые непонятны. Кто прячется? Уже сразу раскроем про каких вот этого убогого. Это разум. Разум что говорит? Ну, смотрите, надо через год, через два есть грядущий мир. Вообще какие-то непонятные вещи. Не для наших глаз, не для нашего тела. не будем разбирать эти детали этого тела. Хочется сейчас. Что делает этот царь? Говорит, я вам плачу сейчас. Все удовольствия, пожалуйста. Что хочешь? На, покушай, пиво, пиво, в облако, в облако. Девушки, девушки, все будет сразу. Кому же будем повиноваться? Он истинный царь. Почему? Потому что все части нашего тела, все части нашей души повинуются ему, неразуму. Он имеет силу. Это все изнутри. Это то, что называется, он имеет, как тут сказано, воин, слуги его, войско. А он имеет еще а снаружи. Понимаете, что снаружи? Все снаружи. Абсолютно все, что снаружи, все его друзья. Все его то ли поклонники, то ли вообще слуги, рабы. Начиная от афиши, которые вы увидите, от любой газеты, от любой разговора, от этих а это что? А вот это последнее изобретение самого сатана, который как и говорят, что называют это орудие последних дней. Все, это все, это чтобы прикончить человека полностью, стереть его лично, стереть его вообще вообще ничего уже не осталось. Все сидят вот так целые десять. Вообще перестали существовать. Это же все его рабы. Они упоминываются, это же это его как бы это его войско его. Посмотрите, войско, войско. Это воюет. У него так много подано. Все фильмы, все романы, откройте роман. Что такое роман? Что такое художественная литература? Я не говорю, есть исключение исправить. Практически вся художественная литература, все фильмы, которые были в области романтики или даже не романтики, они все вертятся в округе церара вокруг дурного побуждения. Нет ничего кроме этого. Все вокруг этого. То есть кто хочет, вы можете мне рассказать подробнее про церара? Я должен вам рассказать подробнее про церара? Вы после всех фильмов и романов и всего прочего спрашиваете что такое церара? Там ничего кроме церара нету. Все про дурного побуждения человека. Все про это. Это и только это. С поэтому он царь. Поэтому он тот который может захватить этот город. Так вот что дальше сказано? У него большой царь из-за множества воинов его слух его. И далее сказано и окружил его. Ибо дурное побуждение охватывает все дела обстоятельства человека зримые и незримые. Смотрите внимание зримые и незримые. Как мы сказали. Человек вышел на улицу все вокруг него один я вернулся домой закрыл комнату закрыл глаза еще хуже стало. Изнутри вообще как поперло. Даже удивляюсь откуда все это. Ну пришло снаружи. А потом и непонятно где даже страшнее находиться. То ли на улице находиться то ли находиться самим собой. Далее сказано и возвел против него большие осадные укрепления. Соответственно многим дурным рассуждением скверным помыслом приемов его посредством которого он старается погубить человека. Как будто как будет объяснено дали с Божьей помощи в этой части книги. То есть что он это делает? Он как мы то что мы уже разобрали и что уже будет разобрано. Он строит всякие разные комбинации и у нас приведет к такой мысли потом к такой мысли к такой мысли мы уже говорили я с два вида дурного побуждения одно низшее оно есть у всех это то что выходит за рамки потребности человека и то что его губит то есть поел и что-то добавку попросил что-то добавку попросил вроде бы это должно было тебе хватать добавка это что делает ту ту еду которая она вроде должна прийти на пользу человека она превращает принцип его в отраву люди почему болеют потому что переедать почему не едят здоровую пищу едят больше чем надо говорит рамбар то есть вот это любая добавка любой перекос он приводит к вожделению нет потребности инстинктивной которая должна быть она здоровая вложена в нас а в том что приводит уже нас к чему-то излишним приводит к вожделению приводит привязанности а то и до этмокрут когда мы просто становимся как наркоманы становимся привязаны к этому это низкий яцарара у всех есть а есть высокий он как малах он как ангел духовный который пришел чтобы испытать человека он только у тех кто борется с ним он только из тех кто пытается сделать какой-то шаг в духовную сторону только тот который хоть что-то пытается только и тут же для него и вот про него все это речь идет вот-вот про него только у религиозных людей есть этот яцарар у людей светских которые ни с чем не борются и которые утверждают что нет яцарара они правы у них нет яцарарар сто процентов правы почему потому что не с чем бороться в этом у них нет А как только человек начнёт что-то соблюдать, ой, какие мысли пошли. А почему, а зачем, а то, а это, а всякие рот. Что он только нам в голову не ждёт. Это то, что он говорит. Осадные укрепления, сооружения – это всё, что строит этот царь в этом городе теперь. А далее сказано. Но нашёлся в нём муж убогий силы, то есть слабый, не знаю, как сказать. Но мудрый. Кто же этот может быть? Кто этот убогий, но мудрый? Кто? Разум. Почему он убогий? У него нет слуг. Он нету рабов. Он не царь. Да, миски, елит миски. Он как бы, как его, прям такое определяет его у нас. Он такой вот. Почему? Потому что он сам, у него только разум есть, у него ничего другого нет. Всё остальное под властью Яцарара. А разум – это единственное, что есть человек, это единственное, что может сделать его человеком и вытащить его из этого города. Так что сказано тут? Что действительно, видите, он убогий. Потому что немногочисленные слуги его и помощники его, в принципе, их нет. Почему же он говорит, и немногочисленные помощники его? Кто помощник его? А кто может? Помощник его тот, кто может защитить нас сразу. Кто может защитить? Душевные качества хорошие. Например, скромность и смирённость. Представьте себе, что человек скромный и смирённый. О, это ограда разуму. Разум, который базируется на этих качествах человеческих. Этот разум свободен. Этот разум способен перебороть практически всё. И так вот, это его помощники. Но иди, знай, кто из нас может сказать о себе, что он такой человек смирённый, человек скромный. У нас, как правило, наоборот. Мы люди горделивые, высокомерные. Знаем цену себе. Вечно хотим постоять за себя, за свою личность, состоять своё собственное достоинство. А дальше сказано, и сказано, но никто не помнил впоследствии этого убового мужа. И дальше сказано, мудрость убового презрена, и слов его не слушают. То есть, оказывается, что, несмотря на то, что, как говорит царь Соломон, есть у царя все возможности, он захватил уже город. И у него все рабы, помощники, солдаты, все бегают, и все сооружения, всё есть. Один маленький такой, который там, убогий муж, что называется, в этом городе, тот, которым называем разум человека, он, несмотря на всё, может победить этого великого царя. И при всём том, что сказал Соломон о слабости разума, сообщает он нам о том, как быстро дурное побуждение принимает на себя его власть. «Если только человек выходит на войну с ним, и вред от него устраняется с лёгкостью, ибо немного истины побеждает много лжи, так же, как свет, даже когда его немного разгоняет много тьмы». Мы тут пришли к очень-очень важному месту. Ещё только закончим. Всё сказанное должно побудить читающего эти строки, вести войну против вожделений, вдохновить его на это, чтобы противиться дурному побуждению, с энергиями, упорством, ибо нам уже открылась его слабость, противостояние с разумом и быстрота, с которой разум можно победить его, как сказано, преклоняется злый передовый. После всего, что мы тут рассказали, после того, как стало ясно и понятно, нет у нас шансов. В принципе, всё против нас, всё против разума, всё против... Где, где, где мы можем? Всё, всё. Мы полные рабы нашего дурного побуждения. Говорит царь Соломон, послушайте. Ну, у него есть то, что нету... У него есть нечто, что... Голова, разум у него есть. А у него нету. Он силён, но без головы. А ты с головой. А что голова позволяет сделать? Вот, например, есть враг, да? И ясно и понятно, что вы не выиграете у него. Почему? Он сильнее. Что делает тогда тот, кто слабее? Но при этом он разумом обладает. Он читает, искать в нём, как по-русски есть, ахлесовая пята. Есть такое слово. Когда-то говорили. Что это такое? Он называется не куда-то турпа, а это место, слабое место. Такое здоровое, большое, всё, да, очень хорошо. Но есть вот там, вот там слабое место. Если мы не будем, а вот прямо туда, вот можем, и вот маленький может победить большого. Давид и Голиад. Один такой здоровый был. И одно единственное маленькое место было. Нашёл слабое место. Можно победить, оказывается. Что для этого требуется? Ну, во-первых, требуется. Во-первых, надо развить мотивацию. Это чего нам не хватает, эта тема сама по себе. Сколько раз к ней надо возвернуться. Нам не хватает для всего прочего, чтобы всё начинать осуществлять, всё, что мы говорим. Не хватает нужной мотивации. Вот, снова возвращаясь к сравнению с военными действами. Есть две армии, воюют против друг друга. Каждый знает, что есть такое понятие, которое употребляется в... То есть, есть специальные даже войска, специальные, как бы, подразделения, которые занимаются одной единственной у них целью. Деморализация другой стороны. Столько времени, сколько у другой стороны она полна духа борьбы, то есть, они, так сказать, готовы воевать, они файтеры, а-а-а, вчера будет тяжело с ними воевать. Только введите в их, так сказать, разброд и шатание. Надо их деморализироваться, надо сказать, вы никогда не выиграете, у вас не получится, перепуганные становятся. Даже если они многочисленные, они сильнее, они проиграют. Что из этого мы учим? Очень просто. Для того, чтобы выиграть, нужно иметь правильный настрой. То есть, это должно быть противоположной деморализации. Наоборот. Нужно поднять мораль, наоборот поднять дух, наоборот знать о том, что можно выиграть, способно выиграть. Надо только настроить себя правильно, знать о том, что вот этот... насколько он страшен, насколько он нами владеет. Человек должен знать, как только приходит пробуждение каждому можно себе проверить как только проходит пробуждение души как только разум он чуть-чуть освобождается от всего вы способен как бы понять что-либо удивиться воодушевиться вдруг пропадает этот я царара вдруг смотришь и хочется молиться как положено браху сказать как положено можешь остановить себя в нужном месте туда не посмотреть он получаешь контроль над собой а куда этот дурно побуждение исчезла она действительно почему потому что потому что в такой ситуации разум оказался гораздо сильнее он только такого почему потому что он по сути свое должен быть царю он должен быть тот который управляет человек только мы просто он находится в состоянии вот этого убогости своей а почему он убоги потому что мы его не сделали царю но его не на трон не посадили мы его не посадили на трон трон захватил вот этот незваный самозванец этот дурное начало и нами управлять бороться надо он говорит война то война теперь мы понимаем что-то сказано вот мы пропустили фразу не пропустили мы сказали давайте снова прочтем с этого начали объясняю в этот часть и так пусть не пугает он тебя даже с могучим войском его и не страшись его теперь мы понимаем почему нужно хоть и много помощников у него ведь все намерение его представить человеку ложь истина и и все стремления утверждение утвердить и упрощить обман разум он имеет дело с понятиями истинной ложь мы говорим что разум тот который способен победить это способен победить это дурное начало дурное побуждение значит дурное побуждение представитель лжи в этом мире а мы хотим опираться на представителя истины в этом мире ну пожалуйста если мы укрепим разум то истина она как тут сказано немного истины побеждает много лжи так же как свет даже когда его немного разгоняет много тьмы вот в макси вовсе мы пришли пришли к тому что в конечном итоге как мы можем бороться с ним как можем побороться а борьба она идет только тогда когда силой разума мы пробуждаем к себе от поиску истины пиши час к теме его 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 тема одна из самых больших успехов я царара в этом мире в мире во всем мире не только в еврейском и полностью снять с повестки дня тему истины все эта тема перестала существовать вообще не существует сейчас никто раньше люди хотя бы всего лишь недавно несколько поколений назад люди искали какую-то истину слова истина хотя было на устах было искали каждый свою и каждый другая тема а сейчас вообще понятия истины пиво но исчез сейчас новая эпоха сейчас каждый должен выразить свое мнение все что вы имеете ввиду а что вы говорите вы уже закончили теперь я скажу договорили сейчас все равноправия нету мудрецов и нету глупцов понимаете уже сейчас нет понятия глупец сейчас это не политически некорректно в мире нашем продвинутом либеральном демократическом глупцов как-то но не может быть иначе искать нельзя же обижать людей все равны поэтому мнение там или кого-то профессора и какой-то знаю там молодого человека вина 15 лет принципе и этот имеет мнение этот имеет мнение это сказал тот сказал ведь это сказать все обсуждения не всегда а кто что говорить а вот профессора такое так сказал академия такой так сказал а где истина кого истина вовсе перестали вообще интересоваться вообще не интересоваться так вот оказывается что единственная возможность выбраться из этой дури это тот самый разум который спросит о бессмысленности времяпровождение очень интеллигентных людей которые много-много время проводят за всяким разом обсуждениями спорами которые не имеет никакой так лист тахлит это никакой конечно цели а для чего это то есть для чего в конечном итоге какой истины вы пришли если не пришли никакой истины не выяснили ничего то и смысла ваших пустых разговоров нет вы просто хотите провести приятное время есть кто за пивом с воблой а есть кто знаете за интеллектуальными беседами очень наслаждается этим крепкий ум получили подарок айки высокая для них удовольствие не низкие а вот такие знаете это сказать там 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 чашечку кофе порассуждать в великих то дела к болезна буддизм поговорить про это приятно провели очень культурные люди очень интеллектуальный раз философию знаю как этот я царара как это можно победить одно единственное возможность только истина человек будет искать истину будет копаться стараться пройти к истине он весь этот я царара победит скажите как как люди которые пришли к еврейской жизни их называют болеть чувак далее взрыва чувак не знаком звать которые вернулись раздали за датичниками у которых крыша поехал как они пришли к этому я спрашиваю такой очень непростой вопрос учиться сам спросил и испугался его потому что многие пришли не из это это так должно быть кто не приходит так как тут написано ой-во-вой несчастный тот человек помните уже говорил сколько примеров и знал людей которые стали религиозными людьми только потому что как-то запутались попали то ли к соседям то ли какие-то уроки попали затащили их туда заманили их туда этими кока-койл и вы какими-то пирожками кому-то один рассказывал что ему просто понравились очки у которых пришли шалих эти посланники приехали в город такие были они курили сигареты такие и такие современные и вот эти и он какие-то они выглядели по-другому кита с пиджаками такими кита вообще его и он ему понравилось стало религиозно только через десять лет он вдруг стала себя спрашивать чё стал вообще религиозно смотрел на себя в зеркало смогли точу переодеты чего вдруг выродился а истинная чува она только идет через прояснение истины только через прояснение истины кто не пройдет через это что не будет искать он еще не опоздал можно начать с булочки сначала не для посвящения а потом придет посвящена так у нас написано можно начать булочки с кока-колы из очков и сигарет но на ком-то этапе если не будешь искать истину все потерять не поймешь вообще почему-то лигиозно для чего религиозно сколько людей мучаются сколько людей мучаются а чё мучается они никогда не спрашивали какие-то вопросы не поэтому стали религиозные естественно что мучается все же по хазуки если нету если называется у человека называется никуда таймит перевести на русский это момент истины какой-то точка истины внутренней это внутреннее что-то изнутри что-то такое что стремится к истине человек никогда ни к чему не придет слышал от раввы император интересную мысль интересную мысль он сказал он говорит что его этот вопрос долго волновал он занимается как бы вопросом чего вы уже много лет около 40 лет его наблюдением еврейской жизни то есть религиозные пришли люди из самых разных областей самых разных как бы домохозяйки я знаю там ученые даже врачи даже много-много самых разных из двух секторов не пришли к камеру он их не видел один это журналисты а второе это политики я не встречал ни одного политика израильского который хазарба чувак который пришел уже я скажу сейчас я никогда не понимал почему это там говорит потом говорит потом услышал не буду рассказывать нас нету времени он слышал одну друшу да это дошло вдруг он понял о том что если там изнутри нету ничего что стремится кисть не будет смотрите в любой профессии в любой деятельности а-а-а потребность к истине одна часть этой профессии например инженер инженер обязан просчитать конструкцию иначе все это упадет расчитать правильно конструкцию это стремление к истине столяр ну чтобы это сделать да это то плыя он должен точно все ну нужно заказали значит точно надо это истина называется точно по плану надо это сделать любая другая профессия все что то должно быть точно, что-то внутри истинное должно быть в человеке, что-то сидеть. Он говорит, смотрите, у политиков ничего там. Там просто по сути нет ничего, что изнутри сидит, что должно человек как истинно толкать. То же самое у журналистов. Но не должно быть. Не должно. Привел пример, как он был свидетелем, как на базе военной, значит, было такое большое собрание, да, там и присутствовали, и там присутствовал журналист, и он слышал, как он звонит в свою редакцию и говорит о том, что, о, большое было, тут была большая конференция, 500 человек находилось, и так далее, и так далее. Он приходит, послушайте, почему вы сказали 500 человек? Тут с трудом было 50. Он говорит, послушайте, он говорит, во всем Израиле об этом знает всего лишь 50 человек. Это не нужно, это не... А, естественно, что есть исключение из правил, естественно, что мы не обвиняем, не дай бог, так сказать, ни журналистику, нет всего ни журналистов, но факт тому, что там, где нету точки, где связано с истиной, там нету возможности прогнать Ецарара, нет возможности. Нет возможности прогнать его, бороться с ним. Что может с человеком, что человеку может помочь в борьбе с этим дурным пробуждением своим? Одно единственное, истинно. Это сила разума, которая способна ее обнаружить. Как только обнаружили, она начинает светить. И как тут сказано, чуть-чуть света тогда разгоняет много тьмы. На этом закончим. Всего доброго. Спасибо вам за радостью. Спасибо. Спасибо.